Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, очень интересное видео мы сейчас разместили у себя на телеграм-канале, оно коротенькое. Это видео с пропагандистом Морданом, ссылка снизу к обычному описанию данному ролику, но не важно. Видео с пропагандистом Морданом, это секта этого же самого, господи, Соловиного помета. Одна, как говорится, шайка-лейка с ним. И он там, касаясь событий, которые вообще не касаются так называемой России, то, что сейчас в секту Паши Мерседеса выставляют из Лавры, начал расписывать это сердце русского православия, еще что-то такое русского государства. Так вот, хочу ответить вот этому крикуну Мордану, 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 не знаю, как это правильно, не суть важна. По поводу русского государства. Так вот, русского государства никогда в жизни не существовало. До 1721 года. Не было его, его выдумали в 1721 году, неправильно интерпретировав греческий вариант написания Руси, при помощи слов Россия, греческим, по-гречески, конечно. Ну, карты тогда греческим языком подписывали. Петр Первый просто прилипашил туда две буквы С, ему оно понравилось, и пришпандюрил к Москве. С таким же успехом он, конечно, мог пришпандюрить туда название к Москве и Мадагаскар, например, Израиль или Буркина-Фасо. Было бы абсолютно точно с таким же успехом. И сегодня бы они дрались, например, за историческое наследие Буркина-Фасо, к которому они точно так же не имели бы отношения, как и к историческому наследию Руси. Русь, кстати, с одной С всегда писалась. Поэтому между Русью и Россией столько же общего, сколько между Гондурасом, я не знаю, да, и геморроем. Вы меня поняли. Да, так вот, но, смотрите, вот еще раз показывает эта вся картинка, которая там идет из лавры. Понятно, что никто этих московских попов там не бил, никто их не трогал. Они сами там бегают, не дают представителям Министерства культуры зайти в помещение лавры, описывать ущерб, нанесенный помещением лавры, вот этой сектой московского паханата. Но ничего, этому всего будет дана юридическая оценка. Но сейчас вот эту картинку, созданную московскими попами, в полной программе юзают, используют московские же пропагандисты. То есть, одна шайка ФСБшная, одна шайка Лейка, одно плечо с одним погоном, это пропагандисты, другое плечо с другим погоном, это московские попы, которые создают картинку для вот этих пропагандистов, а те подхватывают и для своего, значит, охлоса туда кидают эту картинку. Охлос в ужасе, значит, русское православие страдает, Киев русский город и вся эта полная остальная чухня. Напомню по поводу русского города Киева, что Киеву полторы тысячи лет, а так называемую Россию, вы думали, ровно 300 лет назад, да, улавливаете разницу. Это полторы тысячи лет, это как минимум, потому что сейчас уже есть найдены, скажем так, остатки домов в Киеве, там, 5-го, 6-го веков и так далее. То есть, а есть еще пораньше строение, просто не совсем понятно, был ли тогда Киев городом. Я имею ввиду район Подола, конечно же. Не совсем понятно, имел ли тогда Киев уже черты города. Но это другая история. Допустим, Киеву полторы тысячи лет, не будем там, как говорится, претендовать на большее, но Россия и 300 лет. Как она могла отношения иметь к Киевской Руси, непонятно. Та же Москва, я просто объясняю, почему это все бред сумасшедшего. Та же Москва создана ордынцами, основана ордынцами, как ордынский караван-сарай, в 1272 году. Никакого 1147 года нет, забудьте, про князя Юрия Долгорукова или еще кого-то, это все бред сумасшедшего, ничего он там не основывал никогда в жизни. Ничего там не было никогда в жизни. Там первая церковь появилась в 15-м веке, вы вообще о чем говорите. То есть, о чем Москва основана после того, как Русь пала. Единственные остатки Руси были в той самой ненавистной для расистов Галычине, там было русское князевство или по-другому, Галычское князевство. Вот и все. Там Данилы Галычские, так знаменитые наши, и так далее, и так далее. То есть, они отсутствие связи с Русью пытаются компенсировать при помощи вот этих попов московских же, которые здесь паразитируют в Лавре, и всю жизнь оббирали людей в этой Лавре, всю жизнь там устроили из Лавры. Вы знаете, кто там Христос гонял этих торговцев из храма, вы зайдите в Лавру, вот последние 20 лет, все за бабки, все за бабки, бабки шахтер-махер-махеров, все за деньги, все туда-сюда, да, гешефты пошли. Вот это Лавра при московских попах. Непонятно, то ли это киоск, то ли это храм. Вот так вот, ребятки. И вы думаете, Паша Мерседес, да ему плевать на Лавру, он вообще в Бога не верит. Но, но, это ж какое хорошее хлебное место, что же вы его прогоняете? Ну, а московским пропагандистам нужна картинка, и вот, вот эти вот московские попы дают, как говорится, им эту картинку, причем гипертрофируют, там на самом деле ничего нету сейчас. Никто еще никого нет, куда не выставлял, к сожалению, конечно же, к сожалению. Но там есть определенная технология выставления нежелательных квартирантов, соответственно, этих квартирантов тоже выставят. Просто нужно пройти вот юридически абсолютно все вот эти вот формальности. И всех выставят, не волнуйтесь, все будет сделано нормально. Просто, говорится, без картинки для телевидения, для расистов. Почему? Это же не только для расистов картинка, она пойдет на Европу и так далее, и так далее. А там у нас много недругов тоже, но мало ли, знаете, не все же хотят Украине помогать. Поэтому нужно все сделать без тучка, без задоринки, и так, чтобы там не было лишних картинок, лишних вот этих вот перипетий. А, конечно, сопли-вопли мордана этого, они, конечно, только на внутренний российский рынок, потому что его никто во всем остальном мире, его никто не считает за журналиста, это чистой воды пропагандиста, никому не интересен, никому не нужен. Ну, а московские попы в своем репертуаре, как говорится, всегда они за Россию, всегда они против Украины. Тут уже и коню понятно, они сейчас работают, на чего они, как говорится, льют воду и чем они в последнее время заняты. Они прекрасно, мерзавцы знают, что оттуда придется уходить, но они делают все, чтобы дать при этом своем уходе побольше козырей врагу Украины, Украины, это России. Вот, собственно, и все, чем они сейчас занимаются. Слава Украине!